Вся страна наблюдает за Шиес, маленьким героем нашего времени. И от исхода этого протеста будет зависеть путь, который выберет Россия. Сегодня мы собрались выразить поддержку борцам и протест строителям мусорного полигона возле станции Шиес в Архангельской области. У нас очень много всяческих проблем. Мусорная проблема, пенсионная проблема. Да у нас вообще проблема во власти. Мы предлагаем прежде всего это объединяться. Приходите на митинги, поднимайтесь с диванов. Это митинг в Новосибирске в поддержку Шиеса. Этот северный уголок сегодня объединил нас всех. Всю страну, которая устала от произвола чиновников и всемогущества крупного бизнеса, от всей этой несправедливости. Хватит это терпеть. И в этом деле на наших глазах происходит коренной перелом. Да, друзья, победа близка. Добрый день. Прошу прощения за отсутствие и после перерыва первое видео самое, что не есть позитивное. Наша общая борьба за чистоту русского севера, за нашу природу, за будущее и здоровье наших детей. В борьбе против наглых, разнузданных чинушек бизнесменов, которые хотят вывозить московский мусор в регионы. Эта борьба наконец-то увенчалась успехом. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии, помогайте продвигать ролик. Люди должны знать, что наша борьба имеет смысл и вместе мы огромная сила. Власть в России согласно конституции принадлежит народу. Мы народ. И нам решать, что можно строить на нашей земле, а что нет. Нам решать, каким воздухом дышать и какую воду пить нам, нашим детям и внукам. Мы ответственно заявляем, что не допустим на станции Шиес строительство полигона под московский мусор. Итак, о чем речь? Противостояние строителей экотехнопарка Шиес во главе с московскими бизнесменами и архангельскими властями вы помните губернатор Орлов, который называет жителей Шелупонью, успел принять денежки от московских властей. Все это противостояние уже длится более года. Ситуация усугубляется тем, что работы на объекте были начаты, то есть деньги уже вложили в объект. И бизнесменам, которых так любит наше псевдориберальное правительство, инвесторы, недопустимо думать об убытках. Если инвестор деньги вложил, он обязательно должен вывести прибыль, свой барыш. Единственный выход такой ситуации для инвестора – идти вперед, идти напролом. Законными и незаконными путями биться за каждую копейку, продолжать работы в надежде получить деньги любой ценой. Это же мои деньги, думает капиталист, надо их обязательно получить назад. Все, кто следил за ситуацией вместе со мной, кстати, не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе таких событий, то вы помните, что окончательного разрешения на работы, на строительство так и не было получено. Эко-технопарк имеет право только проводить подготовительные работы к строительству. Жителей это не устраивает. Всем понятно, что рано или поздно строители выйдут из своих вагончиков. И если дать им возможность завести на объект топливо и технику, то очень быстро подготовительные работы перейдут к капитальным работам по строительству, и дальше уже дороги не будет. Мы, собравшиеся здесь, на станции ШИС, представители регионов Российской Федерации, обращаемся к народу нашей страны и людям всего мира. Всем вместе нам нужно не допустить экологические катастрофы мирового масштаба. Мы, мирные люди, мы хотим, чтобы наше будущее поколение жили в мире и согласии с природой. А теперь самое интересное. Суд встал на сторону протеста, да, друзья, именно об этом я и хочу вам рассказать. В суде эксперт Андрей Варфоломеев из Бюро судебно-строительной экспертизы, исследовав объекты на ШИСе, признал их капитальными строениями, либо зданиями, либо сооружениями. Во время процесса представители ООО «Технопарк» и их соответчики в лице РЖД и ГБУ «Автомобильные дороги» требовали проведения повторной экспертизы, имеющаяся в деле ответчика не устроила их. То есть, друзья мои, арбитражный суд Архангельской области отказал ООО «Технопарк» в проведении повторной экспертизы на ШИСе. Фактически суд зафиксировал серьезные нарушения со стороны строителей. У них не было никакого права начинать стройку. Никакого права. Вы все понимаете, что для нашей страны большая редкость. И более того, я предполагаю, что судья пошла против РЖД, против Автодора, против мусорной мафии. Не просто так, я предполагаю, что возможно сверху ей дали соответствующие указания. Но вы сами подумайте. Я не исключаю, что в регион скоро наведается сам Путин или Медведев с радостной новостью. Я молодец. Я стройку остановил. Никакой свалки не будет. Все отменяется. Любите меня такого хорошего. И продолжаем тему. Представитель компании-застройщика также признал, что сейчас отсутствуют проектные документации на полигон. Вы понимаете, что это такое? Они признают, что документов никаких нет. Но они уже вырубили лес. Начали там строительство. Экспертиза признала, что это не просто там какие-то временные бытовки. Это уже капитальные строения. Представитель компании-застройщика отмечает, что документация на водозаборный узел есть. А вот на остальные постройки она не требуется. Потому что это все не капитальные постройки. Это движимые вещи. Это он так называет плиты, которые фактически стали фундаментом для первых построек на шейсе. Также технопарку не понравилось, что эксперт не смог выяснить, можно ли разобрать постройки на шейсе без нанесения им ущерба. Важно отметить, что Варфоломеев это эксперт. Он не смог осмотреть места сварных соединений между плитами, потому что его к ним не пустили. Вы представьте себе, эксперт. Судебный эксперт, судебно-строительная экспертиза приезжает на объект, чтобы все изучить. И его туда не пускают. И в суде опять смело с ним спорят. Но это просто безнаказанность чиновников и повязанного с чиновниками бизнеса. Но это вот она проявляется просто мощнейшим образом. В споре о фундаменте конструкции на шейсе свои аргументы изложил представитель муниципального образования Урдомская Александр Козенков. Цитата. Довод, что раз нет фундамента, то это не сооружение, вводит в заблуждение. Потому что не основан на нормах законодательства. В соответствии с законом сооружение это результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, которая имеет наземную, надземную и или подземную части. Ни одного слова похожего на фундамент здесь нет. И фундамент является лишь частным примером конструкции, сказал Козенков. Администрация муниципального образования считает, что строения на шейсе можно считать капитальными, поскольку все вместе они представляют собой вспомогательную зону будущего мусорного полигона. Представитель ООО «Технопарк» Александр Грызунов заявил ходатайство о повторной экспертизе, отметил, что ответчик гарантирует полную оплату проведения повторной экспертизы любому из указанных экспертов, которые они предлагают. Какой бы ни была цена, ну вы подумайте, да, логику. Они готовы, они открыто это заявляют, что они готовы привезти любых экспертов за свои деньги. Только позвольте провести свою экспертизу. Это гениально. И они даже не стесняются такое просить, такое заявлять в суде. «Технопарк» предложил суду на выбор две организации. Московский государственный строительный университет и научно-исследовательский центр строительства. «Технопарковцы» посчитали эксперта из Архангельска с заинтересованным лицом, на который оказывается общественное давление. И поэтому предложили экспертов без прописки в Архангельской области. Честных и неподкупных москвичей. Я когда это читаю, я чертовски радуюсь, что в борьбе с такими обнаглевшими, уверенными в своей вседозволенности и безнаказанности людьми удается одерживать верх. Даже в суде, в нашем российском, самом гуманном в мире суде. Итак, суд отказывает ответчику в повторной экспертизе, в этих московских экспертах, и приобщил к делу важные документы. В частности, анализ правовых и технологических аспектов строящегося объекта на ШИСе, подготовленные специалистами Федерального исследовательского центра КОМИ-научный центр Уральского отделения Российской академии наук. Также к делу приобщили ответ Министерства природных ресурсов и экологии Архангельской области о том, что срок аренды на участок в 15 гектаров... Ребята, приготовьтесь. Вот этот участок, на котором они уже вырубили лес, там начали вот это все строить, который занял технопарк, срок аренды-то закончился, и теперь ответчик должен вернуть его государству в рекультивированном виде. Они еще должны назад деревья высадить. Буквально сегодня они уже должны начать оттуда сваливать, все вывозить и возвращать эту территорию в первозданный рекультивированный вид. И это второй, это тройной удар по мусорщикам. Мало того, что их поймали за руку, они не имели права возводить там постройки, а уже начали. Так оказалось, что и срок аренды уже вышел. Ведь окончательного решения, вы помните, о строительстве официально ничего не было разрешено. Все эти работы, постройки, рабочие в вагончиках, чоповцы, которых туда нагнали, все это личная инициатива организаторов технопарка, эффективных манагеров, которые теперь обязаны вернуть кусок природы в первозданное состояние и свалить из региона по добру, по здорову. И это колоссальная победа, наша общая победа, друзья. Я надеюсь, что суд не будет мотаться из стороны в сторону, а зафиксированные нарушения станут основанием, крепким основанием для завершения всей этой истории и примером для всей нашей страны. А сколько натерпелись люди за это время? У активистов неизвестные обстреливали автомобиль, у других через ювенальщиков пытались отбирать детей, их разгоняли и били, вплоть до госпитализации били, им угрожали, их увольняли, но они выстояли. Мы солидарны и поддерживаем тех граждан, которые выступают против строительства и размещения экологически опасных объектов на своей территории. Это движение СтопНикель, река Хопер, строительство по добыче никеля в зоне Черноземья, Воронежская, Волгоградская, Ростовская области. Движение Спаси Бор, Оренбургская область, добыча нефти в уникальном бору. Город Москва, Южный и Юго-Восточный округа, строительство Юго-Восточной хорды, где пройдет в районе залегания радиоактивных отходов урановых и ториевых руд. Город Железногорск Красноярского края, строительство ядерного могильника, деревня Михали, Калужская область, строительство полигона для московского мусора на площади 1200 гектар, Московская область, Сергеев Посад, Клин, Коломна, Ликова-Дулёва. Щелково, Большое Сидельниково, Свердловской области, Карабаново, Владимировской области, Кировское сельское поселение Ростовской области, Новомосковск Тульской области, деревня Кубекова Красноярского края, Емельяновского района, строительство мусорных полигонов. Марадыковский полигон в Кировской области, строительство полигона для отходов первого и второго класса опасности. Город Казань, строительство мусоросжигательного завода. Республика Коми, национальный парк Юг-2, добыча золота. Город Стерли-Тамак, республика Башкористан. Снос Шихана-Куштау. Ярославская область, строительство ЦБК на Рыбинском водохранилище. Мы с вами солидарны! Живи с вами! А дорогим нашим властям хочу напомнить. Если вы желаете строить полигоны, эко-технопарки и самые безопасные в мире мусоросжигательные заводы, пожалуйста, только начинайте с Барвихи. Рядом с дачами Сеченых, Золотовых, Ротенбергов на Рублево-Успенском шоссе и многих других деятелей. Вот там, там. Они же безопасны. Вот там и стройте. И тогда, даю слово, вот точно такие же объекты лично я буду пропагандировать в каждом нашем городе. Потому что тогда я буду уверен, что это все правда безопасно, но не раньше. Друзья, на это у меня все. Только вместе мы сила. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Ваша активность помогает распространить правду. Проверьте, пожалуйста, что у вас колокольчик включен в режим присылать все оповещения, а не только по интересам. По возможности поддерживайте нас донатами. Жду ваших комментариев и до встречи уже завтра. Пока.